Прямо сейчас в десятках регионов России происходит массовая раздача повесток для уточнения данных воинского учета, а еще для отправки на военные сборы. С кадровиков требуют списки сотрудников мужского пола. Работникам самых разных организаций предлагают заполнить и принести в военкомат анкеты с вопросами о профессиональных знаниях, водительских правах и, неожиданно, знаниях иностранных языков. Кто-то находит повестку в почтовом ящике, кому-то ее вручают лично, кому-то звонят по телефону и предлагают заключить контракт на военную службу по телефону. Повестки приходят и тем, кто подлежит призыву на срочную службу, и тем, кто в запасе. Пробок на погранпереходах пока не наблюдается, но тревога уже повисла в воздухе. И объяснение, что это так, дескать, просто порядок наводят и оцифровывают базы, как-то не успокаивают. Да, это еще пока не хватание у проходной с последующим запихиванием в автобус. Но мы знаем, что за последние полгода военкомы провели работу над ошибками, прикрыли слабые места и, возможно, готовятся сейчас грести людей так или иначе. Менее публично или более, но уж точно более организованно. Мы решили собрать в одном ролике наиболее типичные ситуации и рассказать о стратегии действий в каждом отдельном случае, чтобы не попасть в лапы российской системе. Эту инструкцию мы подготовили, опираясь на гайд службы поддержки. Ссылка будет в описании, чтобы можно было почитать. Теперь давайте начинать. Сначала базовые рекомендации, актуальные для всех. Если вы находитесь на территории России, если вы совершеннолетний мужчина, если вы женщина с военным билетом, это значит, что вы в смертельной опасности. Даже если до сих пор вашей персоной не интересовались никакие люди в погонах. Сделать то, о чем я сейчас скажу, очень важно и это может спасти вам жизнь. Ваша первостепенная задача – не попасть на фронт. Риски для мобилизованного никогда не вернуться домой очень и очень высоки. Первое и самое важное правило – не приближайтесь ни к военкоматам, ни к каким военным вообще. Не берите повестки. Даже если начальство на работе грозится или уговаривает. Даже если пытаются всучить повестку в руки. Никаких заминок. Просто рванули и побежали от раздатчика повесток. Вот прям бегом можно. Не брать повестки у врача или в МФЦ. Не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Дома не открывать дверь незнакомым людям. По возможности не жить по прописке. Ни в коем случае не ходить в военкомат. Ни за справками, ни за консультациями, ни заполнить анкету, ни просто спросить. По соседней улице обходите, даже если мимо идете. Даже если повестку взять пришлось по какой-то причине, не сориентировались, взяли. Все равно не ходите в военкомат. Ничего не случится. Что еще можно и нужно сделать прямо сейчас? Можно оформить доверенность на представление ваших интересов в суде и в государственных органах. Оптимальный вариант доверенного человека – человек, обладающий специальными знаниями и не рискующий быть мобилизованным. Таких доверенностей можно оформить до пяти штук – и на родственников, и на юриста. Также можно сделать одну доверенность, но с правом передоверия. Это быстрее и дешевле. Заодно неплохо подготовить нотариальную заверенную копию вашего паспорта. Тоже может пригодиться. Дальше. Подготовьте заявление об отказе от воинской службы по убеждениям и замене ее гражданскими обязанностями. Это та самая альтернативная гражданская служба. Заявление пишется в свободной форме. В нем вы декларируете отказ от воинской службы по мировоззренческим соображениям. Вдохновение можно почерпнуть в манифесте против воинской повинности. Этот документ еще после Первой мировой подписали такие известные люди, как Альберт Эйнштейн, Бертран Рассел и Махатма Ганди. Манифест есть в свободном доступе. Это, конечно, не факт, что поможет вам в критических обстоятельствах. Но есть вероятность, что если вы будете в военкомате и достанете вдруг такую бумажку, то есть вероятность, что вам не предложат ее запихнуть, куда в таких случаях обычно предлагают, а просто решат вас не трогать, а взять всех остальных, кто там сидит. Также подготовьте образец искового заявления для обжалования отказа замены военной службы гражданскими обязанностями, если с вашим заявлением все-таки произойдет то, что все мы и ожидаем, что с ним произойдет в военкомате. На днях, кстати, суд Первой инстанции подтвердил право на альтернативную гражданскую службу для граждан, призванных по мобилизации. Так что имеется прецедент и, может быть, это вам поможет, когда уже вас схватят. На всякий случай можете собрать документальные подтверждения проблем со здоровьем, которые дают право на отсрочку. Практика показала, что даже инвалидность не служит стопроцентной гарантией от мобилизации, так что сильно не обольщайтесь от таких документов. Но все же есть какая-то вероятность. Сложите все эти документы в одну папку и всегда держите ее при себе. Если у вас есть бронь от предприятия, ее в эту же папку. И тоже помните, это ничего не гарантирует. Давайте разберем, какие алгоритмы действий подойдут разным группам людей, ведь и риски, и стратегии, скажем, военного пенсионера и абитуриента будут отличаться. Вариант первый. Вы служили в армии и имеете военную специальность. Это значит, что вы в числе первых кандидатов на мобилизацию. Поэтому немедленно пиздуйте в Ереван, блин, о чем мы тут вообще разговаривали. Вам в первую очередь пропагандисты всех мастей пытаются вложить в голову мысль, что Ты предатель, ты бежал. Ты трус и дезертир. Что пойти на войну нормальный такой социальный лифт. Это из вас и таких, как вы, будут формировать штурмовые бригады и бросать штурмовать Баху. Не играйте в русскую рулетку. Не ходите в военкомат. До сих пор неявка по повестке это административное правонарушение. От 500 до 3000 рублей штрафа, которые еще и почти никому не выписывают. Так что просто не ходите и все. Если в военном билете есть мобилизационное предписание, ситуация чуть посложнее. Отправьте заявление о замене службы по мобилизации альтернативной гражданской службой. Но только не ходите в военкомат сами. Все общение с системой по почте или через доверенное лицо, которому не грозит мобилизация. То есть, ну, мама, например. Ну, или там, юристка. Также соберите документальные подтверждения любых проблем со здоровьем, которые могут быть основанием для отсрочки или признанием негодным к службе. Но опять же, надо понимать и помнить, что эти бумаги могут вам и не помочь. Никаких гарантий. Но главное, никаких личных визитов. Чем ближе вы взаимодействуете с системой, тем сложнее вам будет не попасть в ее лапы и не отправиться на войну. Так что вокруг военкомат, вокруг. Второй вариант. Вы не служили в армии, но вы мужчина с полным комплектом конечностей. Пока. Базовая техника безопасности все та же. Дверь чужим не открывать. Повестки в руки не брать. Любые бумажки из почтового ящика во внимание не принимать. В военкомат не ходить. Если вдруг в ящик пришла повестка, выкинуть в урну. Вас могут попытаться достать через работодателя. Это конечно осложняет ситуацию, особенно если вы вдруг работаете на государство. Вам могут попытаться вручить повестку на рабочем месте. Но опять повторяем. Вы можете ее выкинуть в мусорное ведро. Потому что неявка по повестке это простой штраф. При неоднократной неявке тоже штраф. Даже 10 раз подряд все равно штраф. По крайней мере на сегодняшний день так. То же относится и к военным сборам. Повестку для участия в них вам тоже могут вручить на работе. Крайне вероятно, что за участием в сборах последует призыв по мобилизации и вас прям сразу на фронт с этих сборов. Не отдавайтесь в руки системе. Пока вы на сборы не явились, максимальная угроза... Штраф! А вот если явитесь, развернуться и уйти будет гораздо сложнее. Участник сборов приравнивается к военнослужащему. И ответственность за оставление воинской части наступает уже уголовная. Хотя и это лучше бесславной смерти на несправедливой войне. При всех ужасах российской тюрьмы шансы выйти оттуда живым все-таки гораздо выше, чем вернуться с фронта. Но лучше просто туда не ходить. Тогда ни тюрьмы, ни фронта. Просто дома останетесь. Вариант третий. Вы женщина. Но у вас есть военный билет и армейская специальность. По закону это все врачи, фельдшеры и медицинские сестры, сотрудницы МЧС, а также некоторые связисты, метеорологи и геодезисты. Тут применимы те же советы, что и для мужчин военнообязанных. Но еще для женщин важно то, что вас не смогут призвать на военную службу, если у вас есть один ребенок и он младше 16 лет. Еще беременные не подлежат мобилизации сроком больше 22 недель почему-то. Вариант четвертый. Вы студент, аспирант или ординатор. На сегодняшний день для студентов, аспирантов и ординаторов действует отсрочка от призыва. Но здесь есть свои тонкости, о которых важно знать. Во-первых, вас могут просто загрести и не посмотреть на вашу отсрочку и будете уже под бахмутом там объяснять. Поэтому не приближайтесь туда, еще раз говорю. Во-вторых, отсрочка распространяется только на студентов очной и очно-заочной формы обучения. Просто заочная и дистанционная формы не помогут избежать мобилизации. Третье. Вы должны получать образование этой ступени впервые. Поступить после техникума в университет на бакалавриат или после бакалавриата в магистратуру вполне рабочий вариант. А вот магистратура после специалитета, если вы стали специалистом после 2012 года, не годится. По закону об образовании это одна и та же ступень. И, наконец, учебное заведение должно иметь государственную агредитацию. Также отсрочка продолжает действовать для студентов, находящихся в академическом отпуске. Его можно получить на срок до 24 месяцев. Если вы только планируете стать студентом, подходите к выбору образовательной стратегии с учетом существующих обстоятельств. Угроза загреметь в армию, а оттуда прямиком на войну, угроза существенная. И будет сохраняться довольно долго. Возможно, имеет смысл рассмотреть обучение в вузах Казахстана или Грузии. Там есть в том числе и программы на русском языке. Еще один момент. В обычной жизни прервать обучение в университете совершенно нормальный выбор. Но сейчас мы не делаем выбор между хорошим и плохим, мы делаем выбор между наименьшим злом. Сидеть на скучных парах лучше, чем обнаружить себя в окопе с автоматом в руках. Отдельная информация для выпускников. В последнее время появилась такая практика, что прямо на церемонии вручения дипломов молодых людей поджидает военком с повестками. Дескать, отучились, пройдемте. Да, приглашают для уточнения документов воинского учета, но на месте настойчиво предлагают заключить контракт. Помните, такую повестку можно проигнорировать так же, как и любую другую. В мусорку. А еще, если вы увидели военкома на вручении дипломов, можно просто пойти домой, а диплом взять при других обстоятельствах. Теперь обсудим несколько мифов, связанных с мобилизацией и законотворчеством. Давайте разберем, какие из них имеют отношение к реальности, а какие вымыселы. Первый миф. За неявку по повестке 10 лет тюрьмы. Дескать, Госдума приняла поправки в уголовный кодекс и теперь или в тюрьму, или на войну. Другой дороги нет. На самом деле поправки касаются только действующих военнослужащих. Таковым гражданин становится только после прохождения медицинского освидетельствования призывной комиссии по мобилизации и издания приказа зачисления в личный состав воинской части. То есть, если вы никуда не пошли или откуда-нибудь убежали, то тогда ничего такого нет. А еще после прибытия на военные сборы. Прибыли на военные сборы и все. Но пока вы гражданское лицо. Речь идет только об административной ответственности. Про 3000 рублей те самые. Так что, еще раз повторю, не приближайтесь к военным и к военкоматам. Миф второй. Уклонистов объявляют в розыск. На деле военкомат вправе обратиться в полицию, если не может найти человека по месту жительства. Но ни задерживать гражданина, ни доставлять его в военкомат в этом случае полиция не вправе. Ее задача вручение повестки. А доставить человека в ВВД можно только в том случае, если на него уже заведено административное дело по неявке по повестке. Но это то самое дело, за которое максимальная ответственность штраф 3000 рублей. Миф про альтернативную гражданскую службу. Якобы при объявлении мобилизации это не работает, да и вообще касается только срочников. Нет, право на альтернативную гражданскую службу закреплено Конституцией и гарантировано каждому гражданину. И нет, для этого не нужна справка из церкви. Не имеет значения и то, что официальное духовенство поддерживает войну. По закону об АГС достаточно личных убеждений, о которых заявляет человек. Только еще раз, это последний путь отступления. Это как спасательный жилет в самолете. Если вдруг он приземлился на воду и вам удалось выйти, он может быть, может вам помочь. Вот так же для вас и АГС. В идеале просто не приближайтесь сюда, и тогда не возникнет разговора. АГС вам нужен или под Бахмут поехать. Еще одно заблуждение. Якобы открытие ИП обеспечивает защиту от призывов по мобилизации, потому что воднослужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью. Так, к сожалению, не работает. Владельцы малого бизнеса точно так же попали под каток мобилизации, как и наемные работники. Это один из таких мифов, в которые очень хочется поверить. Но не надо, потому что в реальности он никак не связан. Сейчас ни у кого нет точных данных, сколько российских военных и мобилизованных погибли за год путинской войны. Но счет точно идет на десятки, а по некоторым данным и сотни тысяч. Каждая строчка в списках Медузы – жизнь человека и его семьи. А плюс еще есть много людей погибших, про которых нет строчки. А есть те, кто потеряли руки, ноги, здоровье. Просто представьте, сколько это людей. Или можно представить одну конкретную судьбу. Условный 25-летний электрик, скажем, из Омска. Осенью он пошел с повесткой в военкомат, потому что все парни пошли, а я что ж бегать буду. В нормальной жизни он бы женился. Потом стал бы отцом. Спорил бы с женой про имена детей и методы воспитания. Сначала катал бы коляску в парке, а через пару лет учил бы их ездить на велосипеде. Он бы рос в своей профессии. Может, стал бы руководителем целой бригады. Или наставником для молодых сотрудников. Или просто классным мастером, который все ценят и уважают. Заботился бы о стареющих родителях и подрастающих детях. И прожил бы хорошую долгую жизнь. В чем-то трудную, в чем-то счастливую. Вместо этого условного парня из Омска еще до наступления зимы разметало артиллерийским огнем по украинским полям. Маме с папой принесли открытку и гвоздички. И сказали, что их сын умер за родину. Но он умер лишь за то, чтобы люди, захватившие власть в России, могли подольше делать с нашей страной то, что они считают нужным. Он не умер за родину. Вы не нужны своей стране на фронте. Страна ведет неправедную войну без каких-либо внятных целей. Ваша помощь не приведет ни к чему, кроме вашей возможной смерти или, в лучшем для вас случае, потери здоровья. Не отдавайте за это свою единственную и неповторимую жизнь. Вы нужны своей семье, своей стране. Без вас она не справится. Долг патриота не погибнуть на несправедливой войне. За страну не надо умирать. За нее надо жить. Если вы знакомы с человеком, которому грозит мобилизация, поделитесь с ним этим роликом. И, может быть, это кого-то спасет. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok